Очередной рейд против нелегалов. Действующие лица все те же. Комитет по транспорту, ГИБДД, полицейские. Ну и, конечно же, главные герои – нелегальные таксисты. Сценарий прежний. Если у таксиста нет разрешения на пассажирские перевозки, составляется протокол. Изменились лишь санкции. В результате предыдущих рейдов многие нелегалы получили крупные штрафы. Но даже это не сподвигло их легализоваться. В Комитете по транспорту решили, что настала пора кардинальных мер. Мы проводили профилактические рейды без применения каких-либо штрафных санкций и рейды с применением штрафов. Но, насколько мы понимаем, на сегодняшний день не являются те же штрафы аргументом, который 100% заставил бы человека легализоваться. Поэтому, чтобы дать понять людям, что нарушение законодательства может влечь за собой в том числе и изъятие его автомобиля, мы проводим этот рейд и надеемся, что другие граждане не захотят больше нарушать законодательство и придут в стены нашего комитета за получением разрешения. Самое страшное наказание для таксиста – лишиться машины. Ведь именно она его кормит. Двум сегодняшним нелегалам не повезло. Они попали под горячую руку контролирующих органов. Автомобили нарушителей закона изъяты на спецстоянку. Те, кто попадает под данный вид карательных мер, должны в первую очередь винить себя, а не законодательство. Законодательство довольно четко предусмотрело порядок получения разрешений. Каких-либо препонов при этом не существует. И если человек по каким-то своим личным убеждениям хочет продолжать нарушать действующее законодательство, значит не исключено, что он войдет в список тех, у кого будут изъяты транспортные средства. До суда таксисты своих ласточек не увидят. Это займет от одного до двух месяцев. На это время перевозчики лишаются своего заработка. Нарушение закона обойдется им намного дороже, чем просто штраф. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.